Проблемы наши, они за полтора года, вернее, за два с половиной года начала войны, они изменились. Вот, то есть жилья у нас сейчас, как не было своего, так и нет, но у нас есть съемное жилье. У нас появилась другая проблема, чем платить за это жилье. И вот эти высокие коммунальные услуги, как оплачивать, да? И нет проблем устроиться на работу. Безработным является где-то приблизительно 10% из числа переселенцев, потому что переселенцы очень мотивированы найти средства к существованию. Но есть проблема найти ту работу, вознаграждение за которую позволит им элементарно выживать. У нас есть уникальный шанс познакомиться с опытом Харькова, где переселенцев значительно больше, где ситуация напряженнее. Но она в чем-то лучше, потому что туда заходят донорские деньги. Читко, если взять работу департаменту социальной политики, это мы ставим на облік, мы выдаем доведки и мы выдаем все допомоги. Тобто, вы решили все вопросы, например, по социальному защиту, если нужно перевести справу, если нужно призначити допомогу. Тобто, у цих вопросов департамент вы решили. Важливо зараз стикнулись с проблемой. Багато хтось из вас, в нашем внутреннем помещении особи, стикаются с проблемой доведки про склад семьи. До меня особисто звертались уже не одна и не две люди. Это, мабуть, з десяток, это как минимум. Что реально у нас на сегодняшний день законодавец поставил внутренних перемещенных осіб на рівне з особами, которые не имеют тимчасового места регистрации, с проблемой в том, что не можно отримать доведку про склад семьи. С якою метою, это важно, и на какой основе, это тоже мне интересно, инспектори Департаменту социально-політики под час дейснення переверки внутренних перемещенных осіб за адресой, которую они сказали, места проживания ставлять питание, по-перше, про, сколько мы платим. Ну, в большинстве своя, ну, зі своего досвіду я знаю, что платим мы неофицийно, потому что договор их не упадет. Ну, то все знают. Сколько платим? Цикавенько, чи есть субсидия у властника квартиры, яка там, чи оформлена. То есть, эту информацию тоже вымагают у внутренних перемещенных осіб, которые там не мешают. В чем проблема, я вижу, происходит? Есть переселенцы, у которых проблемы, да, и хотят, чтобы сами переселенцы решали эти проблемы. Да? Инспектор боится, честно сказать, боится своё руководство. Это мы чётко увидели. Поэтому идёт вот это вот требование излишнего, перестараться где-то, потому что меня завтра могут это спросить. Давайте объединять усилия. Давайте. Вот это второе направление для сотрудничества. Если вы готовы к этому, если вы открыты, уделите часть своего времени для того, чтобы сказать. Вот я говорю, да, вот видите, ну законодатель прописал, она неудобна это, очень неудобна. И вы понимаете, как человек, что это реально неудобно. Давайте как-то мы вместе в этом плане посторонничаем тоже. Я хочу вам внести деякі розъяснення. Є певні документи, і законодавчі акти, і закони України, і нормативні документи, постанови, по яких працюють працівники. І не вони їх пишуть, вони є звичайними виконавцами. И мы не инсуницируем. Почекайте, можно я договорю? Да, да, да. Чи це директор департаменту, чи це заступник, так само, як Тетяна, чи це головний спеціаліст, чи проведник, чи спеціаліст з першої категорії, це є виконавці. Якщо вони відступляться від якоїсь, скажем так, букви закону, державний службовец не може відстоювати якусь сторону, розумієте? Він не може подавати якісь пропозиції за дуторошньо перемещених осіб.